На Камчатке в Авачинской бухте два дня ловили калана, морскую выдру, причем ловили для безопасности самого животного. Акватория в черте Петропавловска загрязнена нефтепродуктами, так что калан выбрал неудачное место для охоты. Константин Крылов о дальнейшей судьбе пойманного. Камчатка в Авачинске Конечно, от токсичного корма, постепенно это накопление вредных веществ в организме, но и сильное загрязнение от нефтепродуктов могло повлиять, привести к переохлаждению, теплоизоляция меха нарушилась бы, и обычно это приводит к пневмонии у морских выдр. Этой самке морского бобра, похоже, уже не здоровится. Что с ней не так, предстоит выяснить ветеринарам. Для этого, хоть и не без труда, но на калана все-таки набрасывают сачок. Очень припаленький, а? Сейчас мы его отвозим на территорию научно-адаптационного корпуса нашего океанариума. Там приводим его в порядок, даем возможность ему пережить Тиму. И если все будет хорошо, замечательно, то весной мы возвращаемся и выпускаем его. В просторной клетке выдра, кажется, немного успокаивается. Теперь на борту самолета ее отправят в Владивосток. Но эта парочка, как считают специалисты, лишь первые вестники масштабного освоения Авачинской бухты морскими бобрами. У каланов становится достаточно много. И в акватории Бухты Русской, это ближайшее место, где сейчас есть каланы, они свою кормовую базу подъели. И там очень стало мало морского ежа. Им становится нечем питаться. И, возможно, это может послужить причиной к тому, что каланы начнут активно перемещаться вдоль берегов Камчатского окраина и искать себе новые места обитания, новые кормовые базы. Тогда выловить и переселить в безопасное место всех зверьков поголовно уже не получится. А это значит, говорят защитники природы, что уже сейчас надо принимать меры, чтобы очистить акватории Бухты от нефтепродуктов и промышленных отходов. Это поможет защитить животных, которые пока во всем мире считаются исчезающим видом.